Добрый день! Ситуация в зоне ответственности народной милиции Луганской Народной Республики остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в районе населенного пункта Логвинова. При обстреле позиций наших подразделений вооруженные силы Украины применяли запрещенные минскими соглашениями 82-мм минометы с танковой и противотанковой гранатометы. Всего по территории Республики было выпущено 30 мин и гранат. Командование вооруженных сил Украины, игнорируя минские договоренности, продолжает вести разведку вдоль линии боевого соприкосновения с использованием беспилотных летательных аппаратов. Так, 23 января в зоне ответственности 54-й бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганская-Троицкая проводилась воздушная разведка наших позиций с применением беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, командование так называемого АТО генерал-лейтенант Забродский приказал подразделениям беспилотников переоборудовать часть имеющихся летательных аппаратов под ударные, способные переносить боевой заряд. Однако, в ходе работы комиссии, прибывшей для комплексной проверки, также определение причин отсутствия результатов работы беспилотных летательных аппаратов, выяснилось, что при переоборудовании из имеющихся 10 летательных аппаратов, 8 были выведены из строя и восстановлению не подлежат. Причиной тому послужило отсутствие в подразделениях вооруженных сил Украины профильных специалистов. Продолжаются происшествия и преступления в зоне так называемого АТО с участием военнослужащих вооруженных сил Украины, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По сообщению местных жителей населенного пункта Нижнетеплое, станичного Луганского района, 22 января военнослужащий 80-й отдельно десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, управляя автомобильным транспортным в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб линии электропередач. В результате аварии несколько домов по улице Ленина оказались без электроснабжения. В связи с происшествием в воинской части проводится внутреннее расследование. Вместе с тем продолжается незаконная торговля оружием и боеприпасами в зоне так называемого АТО. По имеющейся информации в районе населенного пункта Старобельск, 20 января были задержаны двое военнослужащих Национальной гвардии Украины, предпринявшие попытку незаконного сбыта оружия и боеприпасов. По данным правоохранителей, в ходе задержания преступники оказали сопротивление. В результате перестрелки один полицейский получил ранение и был доставлен в местную больницу. Необходимо отметить, что в последнее время попыток незарегистрированного оружия из зоны так называемого АТО на территорию Украины увеличилось в несколько раз. Это связано прежде всего с отсутствием должного контроля со стороны командного состава вооруженных сил Украины над вооружением и военной техникой. Таким образом, невзирая на низкий уровень морально-психологического состояния, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение вооруженных сил, некомпетентность и коррумпированность командного состава политического руководства Украины, по-прежнему рассчитывает на силовой сценарий решения конфликта на Донбассе. Хочу напомнить, что сегодня запланирована работа заместителя главы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга в населенном пункте Попасное, в связи с чем возможны провокации со стороны вооруженных сил Украины. В свою очередь, подразделения народной милиции Луганской народной республики непрерывно несут боевое дежурство, проводят мероприятия боевой подготовки для поддержания высокой боеготовности. Мы не реагируем на провокации со стороны вооруженных сил Украины и неукоснительно соблюдаем Минские соглашения. Спасибо.